И к другим темам. Сумма налоговых отчислений в областной и местный бюджеты от Ростовской АЭС увеличится на 1 миллиард рублей. Волгодонск в этом году получит больше денег, чем в прошлом, почти в три раза. Об этом волгодонским журналистам стало известно во время рабочего визита на атомную станцию заместителя генерального директора госкорпорации «Росатом» Александра Локшина. Подробности в нашем материале. Благодаря строительству новых энергоблоков Ростовской АЭС, Волгодонск стал лидером в регионе по привлечению инвестиций. Если говорить о прямых инвестициях, то со строительством второго блока они составили порядка 50 миллиардов. По третьему четвертому это уже сейчас порядка 60 миллиардов. А общий объем будет около 130. Это только часть составляющая общий вклад Ростовской станции в бюджет региона. Есть еще вторая составляющая. Налоги у Ростовского региона с вводом второго блока налоги удвоились практически. Это очень существенный вклад в те регионы, где мы строим новые блоки. И эта ситуация в ближайшее время, наверное, не изменится. С вводом третьего и четвертого будет примерно то же самое. Согласно прогнозу, в этом году сумма налоговых отчислений Ростовской АЭС увеличится на миллиард рублей. Волгодонск получит 415 миллионов. Это почти в три раза больше, чем в прошлом году. Атомная энергетика – это по определению отрасли, которой нужна стабильность. Мы уже проходили период нестабильности. Прошли очень тяжело. Хорошо, что наши отцы-основатели оставили нам большой запас. Где-то с 2006 года местные атомщики почувствовали на себя лучше всех остальных. Правительство оказывает беспрецедентную поддержку атомной отрасли. Я могу сказать, что ни одна наша просьба не остается без внимания. Уверенности в том, что курс будет сохраняться, если изменится политическое руководство, у нас нет. Программа развития атомной энергетики изначально предусматривала постепенный отказ от бюджетных средств в деле возведения АЭС. Планировалось, что к 2015 году концерн перейдет на самофинансирование. Но кризис 2008 года внес свои коррективы. Государство протянуло руку помощи Росатому, поддержав рублем строительство новых энергоблоков. Правительство и сегодня продолжает поддерживать на начальных этапах строительство атомных объектов. С тем, чтобы в дальнейшем за счет продажи электроэнергии концерн смог самостоятельно расширяться. Екатерина Львова, Иван Иванков. Новости ВТВ.